Атмосфера праздника Многое наши сочинские пограничники сделали в период подготовки и во время проведения Олимпийских игр. Потому что такое крупнейшее международное мероприятие было проведено без каких-либо ЧП. И, конечно, наши пограничники в этом тоже отличились. Им большой поклон, потому что они, не считая со здоровьем, с личными ситуациями, они делали свое дело и сделали. Краснодарский край имеет самую протяженную среди субъектов Южного федерального округа внешнюю границу – свыше 970 километров, в том числе около 900 километров по морю. Только вблизи российско-абхазской границы с начала года подразделениями пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержано порядка 300 нарушителей режима границы. Еще больше их было в пунктах пропуска. Более 17 человек было привлечено к уголовной ответственности на нарушение государственной границы. Активно проводили работу по борьбе с наркотрафиком, с международной преступностью. Сочи должен гордиться людьми в погонах зеленой фуражки. Еще раз повторюсь, что границу охраняет весь народ. Поэтому огромное спасибо сочинцам за самую серьезную поддержку в деле охраны государственной границы. О важности передачи военно-патриотических знаний, продвижении и сохранении традиции говорили и ветераны Великой Отечественной, передав эстафету тем, кто уже завершил службу, но продолжает выполнять функции по защите границ государства. После с профессиональным праздником пограничников поздравили творческие коллективы города. Сразу после концертной программы ветеранов, действующих стражей порядка и других гостей праздничного мероприятия уже на площадке у Зимнего театра ждала традиционная полевая кухня, где все желающие могли отведать солдатской каши. Татьяна Коваркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.